Неоднократно меня просили снять ролик о моем компьютере, и я все-таки решил это сделать. Здарова, соколики, на связи Жирный, и сегодня мы сравним Mac и Windows на моем примере. Погнали! Для начала немного введения. В этом видео я не буду сравнивать железо или какие-то технические особенности, я взгляну на вопрос с точки зрения простого обывала. Отмечу то, что посчитаю нужным, поэтому до конца объективным это сравнение назвать нельзя. Скорее, это впечатление человека, который спустя 15 лет пользования операционной системой Windows перешел на Mac. Если вы не знаете, что выбрать Mac или Windows, вряд ли это видео вам поможет, потому что я отмечаю именно то, что для меня важно. Я не техноблогер и многого не знаю, поэтому не могу судить или сравнивать объективно, так что не думайте, что это рекомендация или нативная реклама. Я никого не призываю ничего покупать и никому ничего не советую. Итак, вот как все началось. Долгие годы у меня был классический компудахтер на операционной системе Windows с различным китайским ширпотрепом внутри. Пользовался я ей, значит, долго и усердно. Были взлеты, как говорится, и падения, и бессонные ночи, и бесконечные красные глаза, и потраченные нервы на установку всяких там драйверов. Но в какой-то момент я решил перейти на Mac. Хотя изначально я этого даже не планировал. Ну, просто моя шайтан-машина, на которой я работал до этого, за пять лет маленько так подустала. И я решил заняться апгрейдом своего чехарака. В руках у меня было 40 тысяч рублей и желание иметь самый наимощнейший ПК, который будет лагать только в случае апокалипсиса. К сожалению, имея за спиной огромные годы работы на Windows, я понимал, что за эти деньги я не смогу сделать свой компьютер таким, чтобы он абсолютно никогда не лагал, и все у него было хорошо. Ну, просто по своему опыту и по опыту своих друзей знаю, что какой бы топовый коп на винде ты не купил, тебе в любом случае когда-нибудь да придется устанавливать туда всякое говно. И даже если изначально он работает хорошо, ровненько, четненько и быстро, то как только тебе понадобится установить какую-то программу, тебе потребуется заново качать множество ненужного софта. Так уж устроена винда, что для того, чтобы какая-то программа на ней заработала, нужно очень долго танцевать вокруг нее с бубном. Конечно, многие скажут, что для того, чтобы все хорошо работало и ничто никогда не вылетало, нужно иметь прямые руки, но у меня их, к сожалению, нет. Поэтому взор мой упал на iMac, по той причине, что мне подвернулся случай купить iMac 27H 2011 года выпуска. Купил я себе, значит, это чудо, и тут началось то, чего я точно не ожидал. Но об этом чуть позже, во-первых, давайте сразу скажу, что все мы понимаем, что за 40 тысяч, а в случае iMac за 35 тысяч, я вряд ли смог бы себе собрать топовый комп, который работал бы как часики и радовал бы меня долгие годы своей безупречной работой. А вот iMac, в принципе, с этой задачей довольно-таки быстро справился. Первые впечатления были в дизайне. Мне всегда было поливать на дизайн, пока я не поставил iMac на свой стол. Во-первых, это, мать его, минимализм, от которого, как вы знаете, я описываюсь кипятком. Идеально выполненный алюминиевый корпус и беспроводная алюминиевая периферия. Все это уже сразу влюбило меня своим исключительным дизайном. Из компьютера идет всего один провод питания и больше ничего. Это настолько прекрасно, что у меня просто был легкий, эстетический в первую неделю пользования шок. К тому же 27-дюймовый экран заменял два монитора на винде, да и выполнен он был более чем презентабельно. К слову сказать, на этом стареньком дисплее применена технология, из-за которой пикселей практически не видно. И это дает более четкую и глубокую картинку, которую я не смогу вам передать словами, потому что, ну, сука, это надо увидеть. Как увидите, сразу поймете. Но красота и дизайн, это, конечно, круто, но, как по мне, самое главное, это работоспособность. Кратко о железе. Четырехъядерный процессор Intel Core i5, 12 гигов оперативки и видеокарты на 512 мегабайт. Ну и SSD на 300 гигов. Сам Mac куплен был в 2012 году, но был, видимо, прошлогодний. Однако продавцу я доверяю, поэтому уверен, что он не врет. Ну, просто знаком с ним лично. Многие сразу улыбнулись, услышав слово «видеокарта 512 мегабайт». Я тоже сначала не догадовал, типа, почему так мало. Ну, давайте теперь перейдем к производительности. Шума от работы системы охлаждения не слышно вообще, даже когда компьютер перегружен задачами. Например, когда рендерится проект в Final Cut, при этом ведется съемка экрана, запущен в Photoshop или браузер, создается ощущение, что я сижу перед планшетом. Гудения вентилятора нет вообще, что, конечно же, приятно удивляет. Сама операционная система поначалу показалась неудобной. Все какое-то мелкое и расположено наоборот. Вот, например, кнопки сворачивания и закрытия приложений расположены слева, а не справа, как мы привыкли видеть на винде. Дизайн системы минималистичный и отлично вписывается в дизайн самого компьютера. Многих это не устраивает, так как нельзя подогнать внешний вид под себя, но меня это не особо беспокоило, потому что на самом деле он довольно приятный, и поэтому я не особо с этим запаривался. КПД, на удивление, казалось высоким. Если бы на таком же железе пришлось работать, как у меня до этого был старый ПК на винде, мне кажется, он даже и половины задач не смог бы выполнить. А здесь прямо каким-то чудесным образом все работает настолько быстро и идеально, что прямо не верится, что этому компьютеру почти 8 лет. За все время пользования, а это уже почти 3 месяца, и я всего один раз увидел песочные часы. Здесь они выполнены в виде такого вот кружочка. Никаких лагов нет вообще. Ни зависаний, ни вылетов, ничего этого нет. Настолько приятно это осознавать и настолько непривычно, что нарадоваться такой машине я никак не могу. А теперь небольшая пауза для тех, кто устал от моей монотонной болтовни. Я предлагаю немножечко расслабиться и зарядиться хорошим настроением в танце вместе с каналом Непауль. Хочешь расслабиться после тяжелого дня и повеселиться? Тогда переходи на канал Непауль. Там ты найдешь рофельные орны и смешные, и всякие другие танцы. Те, кто подпишется на канал и будет флексить вместе с его позитивным автором, я добавлю в друзья на фейсбуке. Переходи и подписывайся. Ссылка в описании. Удачного флекса. Ну а теперь, пожалуй, вернемся к самому объективному в мире обзору на Mac. Чтобы установить программу, достаточно просто пару раз кликнуть на установщик. Никаких драйверов, Microsoft, Visual C+, Framework, DirectX, NVIDIA и прочего дерьма. Ничего этого делать не нужно. Ты установил программу, и она работает. Чтобы вы понимали, на iMac приложение устанавливается примерно так же, как устанавливается на айфонах или андроидах, то есть на планшетах разных. Ты просто кликнул установить, загрузить там, и она установилась. Все. Больше ничего не нужно. Никаких ошибок при запуске, и всяких неизвестных ошибок с непонятными кодами, никакой совместимости и каких-то системных настроек. Удалять программы так вообще одно удовольствие. Достаточно просто перетянуть ярлык в корзину, и все. Никаких утилит, которые чистят реестр или ищут деинсталлятор. Все предельно просто и максимально быстро. Видео рендерится, в отличие от Vegas, буквально за несколько минут. Ролик, который я в Vegas рендерил бы около часа, здесь я срендерил буквально за 5 минут. При этом у меня ни разу не вылетел Final Cut, и я забыл, что такое прекращена работа программы, потому что хер пойми, что произошло с гребаной виндой. Обновляется этот товарищ крайне застенчиво и учтиво. Никогда не будет такой херни, как на винде, что ты сидишь, у тебя открыт проект, ты весь день над ним работал, и тут внезапно бабах, срать я хотел на твой проект, мне надо срачняк обновиться, и похеру, что ты ничего не успел сохранить. С маком такая херня не прокатит, он обновляется фоново и вообще редко тебя беспокоит. По части обновлений здесь моя оценка вообще 5 с плюсом. Никакой назойливости, и можно выставить любое время, любые даты, когда желательно ставить, когда нежелательно ставить. Он может даже периодически подгружать эти обновления втихую, если ты не работаешь за компьютером, он выкупает, что ты длительное время не пользовался мышкой и клавиатурой, а компьютер находится в режиме сна, и вот тогда он решается обновиться. По мне так идеально. Мне кажется, Apple должны начать выпускать жен. Ведь жена от Apple была бы просто идеальной. Типа ты лежишь, спишь, все у тебя нормально, тебя никто не будет, никто тебя не пилит, и пока ты засыпаешь, жена идет и тихо-тихо готовит борщ. А как только ты просыпаешься, борщ готов, а твоей жены нет дома. Потому что она так же тихо пошла за пивом. Браузер я качать не стал, потому что дефолтный Safari отлично справляется со всеми задачами. Никакие Google Chrome даже скачивать не нужно. Лично мне хватило Safari. Если тот же Chrome запускает тонну процессов, которые жрут половину ресурсов ПК, то Safari работает скромненько и не перегружает Mac. В принципе, все программы на этой операционке не перегружают Mac. Он работает как часики. Но не все так радужно. Есть у него, конечно же, и небольшие минусы. Например, счастливые обладатели компьютеров Apple не смогут играть в большинство игр. Да, это большая беда, о которой почему-то многие говорят. Это является такой большой проблемой. Хотя, как по мне, это наоборот даже плюс. Но, тем не менее, на Mac очень мало хороших игр. Их, в принципе, мало. И Mac вряд ли потянет хорошие игры. Ну, по крайней мере, мой старенький iMac, несмотря на то, что он идеально быстро, четко и тихо работает со всеми приложениями, в том числе и сложными, которые, по идее, его должны загружать, в то же время он не может тянуть даже такие простецкие игры. Ну, там, знаете, какой-нибудь Евротруск-симулятор. Даже его он будет тянуть с такими неплохими лагами. То есть, с играми у Mac очень плохо. Но меня это, на самом деле, не особо смущает. По той простой причине, что для меня все вот эти вот игры, они не особо-то и важны, потому что компьютер у меня, в первую очередь, для работы. И за компьютером я сижу только, когда работаю. Единственная игра, которую я себе установил, это City Skylines, потому что мне нравится быть мэром города и строить красивые города. Вот такой вот я дебил. Для всего остального есть вот замечательная приставка Sony PlayStation, и ты можешь сесть, взять джойстик и спокойно себе играться. А компьютер, он все-таки для работы. Поэтому, родители, если ваш ребенок клянчит у вас топовый ПК и говорит, что ему это нужно для учебы, купите ему iMac. На нем можно как раз-таки только учиться и работать. Игры он не потянет. Теперь о цене. Многие говорят, что техника Apple очень дорогая. Я с этим, в принципе, согласен. Она далеко не дешевая. Ну, в среднем сейчас iMac можно купить во всяких цифровых магазинах России приблизительно за 120 тысяч рублей. Это будет, конечно, не самая лучшая комплектация, но и не самая худшая. Такой среднячок. Попробуйте предположить, сколько вам понадобится денег для того, чтобы собрать топовый рабочий ПК, который будет работать четко и не будет впоследствии лагать хотя бы последние 8 лет. Как, например, это делает мой iMac. Уверен, для того, чтобы собрать такой комп, который будет актуальным еще хотя бы лет 5, вам как раз-таки и понадобится примерно 110-120 тысяч на то, чтобы купить все самое наитопивающее железо, которое только сможете найти в каком-нибудь местном Эльдорадо. В принципе, то на то и выходит. Только за те же деньги вам придется возиться с виндой. Вот и вся разница. Конечно, кто-то может сказать, что там да я себе и за 30 тысяч соберу топовый ПК, а кто-то там и за 15 тысяч себе соберет топовый ПК. У кого-то вообще есть там шкура лисы, и он намерен обменять ее там в магазине цифровой техники на новенький топовый ПК. Эти все истории я слышал, конечно же. Но все-таки, как по мне, проще купить один стильный, красивый, многофункциональный, сука бесшумный моноблок, который будет четко выполнять все свои задания по части работы и наслаждаться безупречной работой на протяжении десятилетия. И просто, сука, кайфовать от того, что ты не знаешь, что такое вылетела программа. Ты не знаешь, что такое забыл сохраниться. Аймак можно просто выдернуть из розетки, он, сука, все сохранит. Вот такая вот простейшая логика. Однако я, конечно же, никого не призываю пользоваться мак. Это, как по мне, такая чисто вкусовщина, знаете, как сексуальная ориентация. И если мак в нашей стране расценивается как нетрадиционная сексуальная ориентация, то винда, как по мне, это вообще зоофилия. Тут уж выбирайте сами. Мне лично больше по душе пришлось эта самая тыблочка. Ну, а кому-то, возможно, нравится вставить каждый день новые драйвера, что-то там обновлять, постоянно раз в полгода там сносить винду, начинать жизнь, так сказать, с чистого листа. И все в таком духе. Никто не запрещается. У нас свободная страна, в конце концов. И под конец напомню о косяках, которые были с моей стороны в предыдущем видео. Да, ребята, простите, я завтыкал и попросту, как идиот, просто забыл вставить топ-5 лучших комментариев из предыдущего ролика, поэтому сейчас буду исправляться. Сначала вы увидите комментарии, которые должны были появиться в предыдущем ролике. То есть это комментарии из позапрошлого видео. Вы их увидите сейчас вот здесь. То есть это будут те комментарии, которые я завтыкал и не вставил в предыдущий ролик. А следом появится 5 комментариев из того ролика, из предыдущего, которые должны были попасть в сегодняшний выпуск. И вот, собственно, они здесь. А если хотите, чтобы ваш комментарий попал в следующий выпуск, то непременно пишите его под этим видео. Я надеюсь, что все поняли, что я пытался сказать. Если не поняли, ничего страшного. В вашей жизни никаких таких серьезных перемен не произойдет. Можете забить хрен. Но вот на что хрен точно не стоит забивать, так это на нашу группу ВКонтакте, на которую вы просто обязаны подписаться. В наше время очень легко потерять канал. И вы можете навсегда меня потерять, просто не знав потом, как меня найти. А это можно будет сделать при помощи группы ВКонтакте, которая есть, подсылка на которую есть в описании. И каждый из вас может перейти, подписаться, смотреть интересные новости, предлагать свои новости, скидывать фотки своих дворов. Мы там все любим рофлить над колхозным благоустройством. И заодно всегда знать, что жирный рядом, жирный с тобой. Ну и если так сложно тебе спуститься по ссылке в описании, для тебя это трудно, невозможно, нереализуемо. Возможно, это, я не знаю, недостаточно бюджета, там, по состоянию здоровья, просто не хочешь. Неважно. Я решил облегчить тебе твою, так сказать, немощность, и просто вот показываю прямо здесь на экране. Вот смотри, вот сюда вот тыкнешь, на канал подпишешься, вот сюда вот тыкнешь, другой интересный видосик посмотришь. И вот сюда вот, если тыкнешь, то перейдешь на канал нашего сегодняшнего спонсора и посмотришь, как он замечательно флексит. Возможно, начнешь флексить вместе с ним. Я вот лично теперь делаю с этим чуваком зарядку по утрам, и мне очень нравится. Поэтому подписывайся, тыкай, переходи, смотри, расширяй кругозор, наслаждайся жизнью, и не забывай, что мы увидимся на стриме на выходных, буквально в это воскресенье. Так что на этом у меня пока что все. Спасибо, что смотрите. Жирного. Пока.